Вам, как видится, при одолении вот этих разногласий была рабочая группа парламента и народного собрания. Я знаю, что вы и Железогл, по-моему, да, депутат, предложили восстановить работу этой группы, потому что, ну, это какой-то мостик, какие-то контакты. Народное собрание проголосовало против, Башкан там выдвинуло условия для того, чтобы она согласилась с этим. Что дальше? Каким образом? Вообще история взаимоотношений официального Камрата и Кишинева строилась в основном, какими были отношения личные между президентом и главой ГГУЗи. Если они были добрыми и хорошими, мы вспомним период Владимира Воронина и Георгия Табунчика, то, соответственно, и хорошо развивались отношения между Камратом и Кишиневым. А вот институционального диалога, институциональных площадок практически не существовало, и поэтому эти отношения напрямую зависели просто от личных взаимоотношений. И вот в 2015 году мы приветствовали, когда парламент Республики Молдова принял соответствующее постановление и создал рабочую группу между парламентом и Народным собранием. И с того времени, вот за эти 8 лет, был настоящий институциональный диалог. И были определенные результаты, которых не было до 2015 года. Несколько примеров. Парламент Республики Молдова принял несколько законов в отношении ГГУЗи и в части особого статуса в административно-территориальном устройстве страны, и особый уровень публичного управления для властей ГГУЗи. И даже был принят в первом чтении закон о внесении изменений в закон о статусе ГГУЗи, о том, что этот закон не может меняться в одностороннем порядке решением парламента, а нужно зеркальное положительное решение Народного собрания. К сожалению, дальше этот законопроект не был принят и пока находится на стадии рассмотрения. И рабочая группа — это был уникальный инструмент для ведения диалога. Особенно учитывая контекст, который сегодня сложился, когда Башкан ГГУЗи не включен в состав правительства и не может представлять интересы ГГУЗи на уровне исполнительной власти страны. Представитель Народного собрания тоже не является лицом, с которым ведут переговоры руководитель парламента. И у нас фактически оставалась единственная площадка — это рабочая группа, где мы могли путем дискуссии, аргументации решать те проблемы, которые есть между Камратом и Кишинем. К сожалению, мы своими руками, я имею в виду ГГУЗи, приостановили этот процесс, и уже четыре месяца вышли из состава рабочей группы со стороны ГГУЗи, и диалога нет. Это тоже отголоски той политики, которую ведет Илан Шор, направленной против диалога, потому что я напомню вам, что первыми, кто покинул рабочую группу, были депутаты парламента Республики Молдова от партии Шор. Это было примерно год назад. То есть они первыми вышли из состава рабочей группы. И это, в принципе, продолжение вот этой политики Илана Шора по уничтожению любого институционального диалога между Камратом и Кишиневым. И дальше что? Один из вариантов, вы озвучили то, что мы с коллегой Михаилом Железогло представили нормативную инициативу о том, чтобы возобновить диалог, потому что без диалога мы не сможем решать те проблемы, которые есть между Камратом и Кишиневым, в том числе в области межбюджетных отношений. К сожалению, глава ГГУЗи явно выступила против возобновления этого диалога, поставив ряд ультимативных условий для Кишинева. То есть ярко продемонстрировала, что она не поддерживает восстановление диалога. Я надеюсь, что мои коллеги, которые во многом рассчитывали на то, что выход из рабочей группы разрушит ту изоляцию, в которой оказалась ГГУЗи, и международные партнеры, друзья хлынут в ГГУЗи для того, чтобы восстановить отношения. К сожалению, эта надежда разрушена, потому что как не приезжали к нам международные партнеры и друзья, так они к нам и не приезжают после приостановления деятельности в рабочей группе. И поэтому ГГУЗи все глубже уходит в политическую, правовую и дипломатическую изоляцию. Ну, если Башкан не рукопожатная, прямо скажем, для послов, для дипломатов, потому что есть уголовное дело, есть Илан Шор. Господин Константинов и еще несколько депутатов Народного собрания летают консультироваться с Шором и потом принимают решение. Сложно ожидать, что с этими людьми будут за столом переговоров разговаривать в Кишиневе. Вы знаете, я хочу вам сказать, что, к сожалению, у нас в стране часто политики, в том числе руководители нашей страны, берут на себя роль судебных органов. Пока люди не признаны виновными, они не могут такими считаться. Есть признанцы и невиновны. Поэтому вот эти предположения о том, что глава ГГУЗи является частью преступной группы, это должно быть решение судебной инстанции. До того, как этого решения нет, обязаны соблюдать закон об особом правовом статусе ГГУЗи, вводить главу ГГУЗи по праву членам правительства и вести диалог. В отношении представителя народного собрания, вы знаете, любой диалог части политической элиты ГГУЗи с Кишиневым, он не может заменить институционального диалога. Потому что в соответствии с нашим законодательством, я имею в виду нашу страну, глава ГГУЗи представляет ГГУЗию как на национальном, так и на международном уровне. В отношении представителя народного собрания в соответствии с законом, он представляет народное собрание взаимоотношений, как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому вот этот диалог с примарским корпусом, с отдельными депутатами, с отдельными политиками ГГУЗи, он не может заменить взаимоотношения этнической автономии в составе унитарного государства с руководством Молдовы. Поэтому в том, что диалог нарушен, есть определенная доля ответственности официального Кишинева. И вообще вот то, что происходит, я всегда большего ожидаю от властей страны, потому что жду от них более государственного подхода к тому, что происходит. А не просто вот эти политические заявления, это часть преступной группировки, поэтому мы общаться не будем.